Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и случайные зрители! В этом видео мы поговорим о разведении неразлучников. Пожалуй, все хозяева, у которых есть пара этих птиц, рано или поздно хотят получить потомство, а некоторые занимаются разведением на постоянной основе. Процесс разведения неразлучников непростой, но очень интересный. Сам процесс начинается с подготовки. Давайте с него и начнем. Для разведения неразлучников нам необходима просторная клетка. Ведь в ней, помимо родителей, скоро появятся малыши. Естественно, в клетке должны быть жердочки, на котором будет отдыхать семейство, кормушки, поилки и минеральные камни. Пожалуй, одним из самых важных моментов является подбор места для этой клетки. Желательно, чтобы в комнате, где будет стоять клетка, было тихо, и никто не смог напугать неразлучников. Помимо этого, учитывайте, что световой день в период внездования должен составлять минимум 15 часов. Но и это еще не все. Температура воздуха должна быть не ниже 18 градусов, но и не более 22. А влажность воздуха 60%. Если с температурой воздуха все понятно, то с вопросом о повышении влажности у многих появляется куча вопросов. Не пугайтесь. Поднять влажность в клетке не так уж и сложно. Это можно сделать с помощью распылителя, опрыскивая клетку пару раз в день. Ну и, пожалуй, заключительной частью в обустройстве клетки будет самое важное. Это гнездо. Гнездо само по себе будет стимулировать пару к размножению. Его можно приобрести в любом зоомагазине или сделать самому. Помните о том, что открытые гнезда не подходят для разведения неразлучников. Нам понадобится так называемая дуплянка или, как его называют, ящик. Длина такого ящика с отверстиями должна быть примерно 25 см, а высота и ширина не менее 15 см. Лучше сделать чуть больше. Очень желательно сделать так, чтобы крышка в дуплянке открывалась, и вы смогли в дальнейшем наблюдать за состоянием единиц. Абсолютно не важно, купили вы дуплянку или сделали сами, ее необходимо продезинфицировать. Как правило, дезинфекция заключается в обработке кипятком, после чего ее необходимо хорошенько просушить. Также нам понадобятся тонкие веточки, которые в дальнейшем птица, как правило, самка, будет вставлять себе в перья и таким образом переносить дуплянку. Зрелище очень забавное. Из этих веточек самка будет вить гнездо. Лучшим вариантом являются ветки лиственных деревьев, например, дуба, березы или вовсе липы. Веточки необходимо разместить в клетке на дне и возле самой дуплянки, но не стоит их ложить слишком много. Соответственно, перед тем, как положить ветки в клетку, их также, как и дуплянку, необходимо обработать кипятком и просушить. Сушить, кстати, можно на солнце, на батарее или вовсе в духовом шкафу. Когда начнется постройка гнезда, избегайте попадания в клетку бумаги и опилок. В противном случае и они пойдут в ход постройки. А когда птенцы будут ходить в туалет, бумага и опилки будут преть и гнить. Стоит поговорить и о будущих родителях. Половозрелости неразлучники достигают к 9 месяцам, но не стоит спешить получить потомство от столь молодой пары. Дождите, что птицам был хотя бы год от роду и они стали морально готовы ухаживать за птенцами. Самый прекрасный возраст для спаривания у неразлучников от года до 4 лет. Говоря о парах, необходимо понимать еще одну немаловажную вещь. Неразлучники очень привередливы в выборе партнера. Самым лучшим вариантом будет уже сформировавшаяся пара. Но и тут бывают промахи. Бывают случаи, когда пара однополая. В идеале стоит сдать кровь и узнать пол птиц точно. Убедитесь, что пара здорова. Птицы должны быть активны, подвижны и с хорошим аппетитом. Попка у птиц должна быть сухой, а из глаз не должно быть никаких выделений. Только здоровая пара может принести достойное потомство. Избегайте близкородственных связей. Недопустимо саживать птиц для разведения в период линьки. Лучше переждать этот период. Вообще, говоря о лучшем времени для спаривания неразлучников, можно выделить июнь, июль, август и сентябрь месяц. Но это не значит, что в другое время не стоит спариваться. Главное, что процесс подготовки прошел успешно. И помните о том, что птицам нужно отдыхать. Хорошие хозяева допускают внездование своих неразлучников не чаще одного раза в год. К процессу подготовки к гнездованию входит и кормление. Естественно, корм должен быть разнообразным. В клетке обязательно должны быть фрукты, ягоды и овощи, минеральный камень и песок. Белковая пища. В качестве белковой пищи используют мучных червей, вареные яйца, творог и насекомых. Но к белковой пище необходимо приучить птиц заранее, так как от незнакомой пищи они могут отказаться в самый нужный момент. Пророщенные зерна овса или пшеницы обязательно должны быть в клетке в этот период. Иногда дают каши. Например, кашу гороха или риса. Помимо этого, можно подкормить неразлучников витаминами. Особое внимание стоит обратить на самку. Ей в этот период необходимо больше кальция и фосфора. Обязательно нужно подмешивать в еду самки мел, яичную измельченную шкарлупу или кальциевую подкормку. Некоторые заводчики добавляют в рацион самки мясокосную муку. Самое главное, не перекормить птиц. Если птичка обрастает жирком, это хорошо. Но в меру, если у птички появились проблемы с лишним весом, то перед внезаванием птичку необходимо выпускать из клетки для полетов по предварительно подготовленной комнате. Плюс к этому ее сажают на диету, которая включает в себя зелень, воду и рис. Птица должна быть плотная или, как говорят, в меру упитанная. Недобор в весе опасен и плохо скажется во время гнездования. Такие птицы могут не выдержать высиживания и почти всегда не могут выкормить птенцов. Хотя бывают исключения, но лучше не рисковать. Когда пара готова к гнездованию и уже находится в подготовленной к этому процессу клетке, поведение птиц меняется. Самец всячески ухаживает за своей самкой, воркует и даже трет с оглакой о различные предметы. Так он демонстрирует перед ней свою готовность. А самка, как истинная хранительница очага, готовит гнездо. Она активна, как никогда. Как правило, процесс изготовления гнезда из веток, которые мы туда заблаговременно положили, занимает от двух недель до месяца. После чего самка подпускает все самца и начинается спаривание. Во время этого процесса возможны ссоры. Пусть вас это не пугает, так как ссоры заканчиваются достаточно быстро и процесс спаривания продолжается. После этого пройдет около недели, прежде чем появится первое яйцо. В дальнейшем яйца будут появляться либо каждый день, либо через день. Как правило, вкладки неразлучников от 4 до 8 яиц. Самец не бездельничает. Он ухаживает за своей самочкой, которая высиживает яйца, несколько раз за день, меняет их местами и переворачивает, чтобы как можно лучше обогреть их своим теплом. Самец в этот период – настоящий кормилец, приносящий пищу в гнездо. Бывают случаи, когда самец не справляется со своими обязанностями. Тогда вам, как хозяину, придется подкармливать самку. Иногда самка может позволить ей выйти из гнезда и оставить ненадолго яйца. Как правило, она это делает для того, чтобы сходить в туалет. А заботливый хозяин в это время может аккуратно проверить яйца, их целостность и даже просветить, чтобы понять, все ли они оплодотворены. Неплодотворенные яйца прозрачны внутри, а у оплодотворенных видно темное пятно. Это и есть зародыш. Когда глаз будет наметан, неоплодотворенные яйца будут сразу выделяться, в том числе и по внешнему цвету шкарлупы. Но к проверке яиц приступают не сразу, а как минимум через неделю после того, как появится последнее яйцо. Если в кладке есть неоплодотворенные яйца, их можно убрать. Однако, если вы увидели, что все яйца пусты, оставьте их хотя бы на 3 недели. В противном случае у самки будет стресс. Да и на последующих вкладках этот стресс может отразиться. Стоит сказать и о том, что неопытные мамки могут съесть яйцо. Это явный признак того, что самка не готова стать мамой. Если опытная мама ест яйцо, дело совсем в другом. Плохая подготовка к этому важному периоду. А если быть точнее, ей просто не хватает кальция. Обычно через 20-25 дней появляется первый птенец, и уже через пару часов он начинает требовать пищу. После этого в течение недели должны вылупиться все яйца. Однако, если самка за яйцами ухаживает плохо и часто оставляет вкладку, может не вылупиться ни одного птенца. В качестве первой еды мать дает жидкость из своего зоба. А в дальнейшем самец кормит самку, а самка кормит птенцов наполовину переваренной пищей. Выкармливание малышей очень важный процесс, и иногда он ложится на плечи хозяина. Бывают случаи, когда один из родителей проявляет агрессию к малышам, или вовсе убивает птенца. Или самка от нехватки кальция общипывает оперение птенцов. Бывает и так, что пара просто готовится к новому гнездованию, и они выкидывают птенцов из гнезда. В таких ситуациях птенцов немедленно нужно отсадить и взять на себя все тяготы выкармливания потомства. Кстати, до того момента, когда птенцы станут более-менее самостоятельными, должно пройти не менее двух месяцев после того, как они вылупятся. Но порой к этому времени не все из них готовы к самостоятельной жизни, и некоторым из них еще требуется поддержка от родителей и от вас, как от хозяина. После того, как все птенцы станут сами питаться, их необходимо отсадить от родителей в отдельную клетку, чтобы избежать конфликтов. До того, как появился канал пара, и соответственно до того, как я стал снимать видео, видел удивительного птенца у банановых, ну, желтых неразлучников. Он имел полностью розовое оперение, а остальные птенцы имели только розовые щечки. Так что не удивляйтесь, если вдруг такое произошло с вашими птичками. Эксклюзивчики бывают, и это нормально. Конечно, информацию, которую я вам дал, сжата до минимума, и я сказал только о самых важных моментах. Бывают разные ситуации и непредсказуемые случаи. Однако, отведенное на это видео время подошло к концу, и нам пора прощаться. Скоро на канале Пар появится общее видео про неразлучников, в котором объединятся все видео, посвященные этим птичкам с нашего канала. Если вам нравятся эти птички, обязательно ставьте палец вверх. Пишите в комментариях о своих животных и о том, на какого животного вы хотели бы видеть обзор на канале Пар. На этом у меня все. До новых встреч в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок